Обеспечить полную безопасность своим гражданам израильские спецслужбы пока не в состоянии. Однако накопленный за долгие годы бесценный опыт борьбы с террористами высоко ценится иностранными специалистами. Символично, что обмен этим опытом проходит в эти дни под аккомпанемент ракетных взрывов. С подробностями Игорь Гаском. Для курсантов Международной Академии Безопасности тренировки здесь, на юге Израиля, настоящая реалити. Опасности здесь вовсе не учебные, а самые, что ни на есть, настоящие. От этого полигона до сектора Газы всего километр. Считается, что лучших в мире охранников готовят именно в Израиле. Постоянная антитеррористическая боевая готовность к этому располагает. Молниеносный захват и такое же стремительное отступление под огнем курсанты из 17 стран до автоматизма отрабатывают под палящим солнцем. Но, по мнению их израильского инструктора, главное даже не это. В любую секунду здесь может начаться ракетный обстрел, а этой ситуации ни на каком учебном тренажере не воссоздашь. Здесь чувства наших курсантов обострены до предела. В таких местах ты должен совладать с тем, что с неба тебе может угрожать смертельная опасность, и защитить тебя может только высшая сила. Но я надеюсь, что в ближайшие недели еще и армия сможет нас защитить. Еще вчера курсанты из Бельгии, Польши и Дании отобедали здесь в перерыве между напряженными тренировками. Сегодня деревянная мебель ресторана Кибуца Нирам превратилась в остывшие головешки. Прямое попадание ракеты из газа в Кибуцный общепит только прибавило курсантам уверенности в том, что спрос на них, как на профессиональных борцов с террором, будет всегда. Я не знаю, где есть еще более реальное место для антитеррористической подготовки. Ирак, Афганистан и теперь вот еще газа с Хамасом. Изучаем тактику израильской армии и своими глазами наблюдаем, как террористы обстреливают ракетами мирные города. Молва об антитеррористической израильской академии добралась до умеренных арабских стран. Муса – первая ласточка из Туниса. Домой он вернется дипломированным инструктором. Спрос на специалистов по антитеррору в Тунисе не меньше, чем в Европе. В мире много горячих точек. Косово, Африка, Ирак, Афганистан – везде есть проблемы с террором. Но люди бизнеса хотят работать и в этих странах. У нас нет нехватки клиентов. На этот полигон курсантов привозят вот уже 15-й год. Когда обстановка на границе с газой обострилась, в учебной программе ничего менять не стали. Только с каждого курсанта взяли подписку о том, что в зоне военных действий он находится по своей воле. Отсюда мы видим и слышим и запуск Косамов, и их падение. А вчера еще было прямое попадание в Нир-Ам. И после этого никто не покинул группу. И это тоже наш вклад в общее дело. А впереди у курсантов еще ночной марш-бросок вдоль границы сектора газа со всеми премудростями маскировки на местности. Вот и поспорь теперь с тем, что израильский антитеррористический опыт – еще и ценнейший товар на экспорт. Игорь Гаско, Владимир Плотки, RTVI, Западный Негев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова